Все, собираем! Сопарник, директор футбольного клуба «Партизан» Люда Зионович Румбутис. Добрый вечер, уважаемые зрители. Ну, хочется верить, что мы сегодня действительно увидим классика. Увидим хороший футбол, который, ну, скажем так, Белоруссии, которого лучше навряд ли кто пока может показать. Да, пока футболисты на поле присматриваются друг к другу, мы тоже к ним присмотримся. И я быстренько постараюсь объявить вам составы сегодняшних и играющих сегодня команд. Команда Батэ, хозяева поля, они играют в традиционной синей форме. В воротах номер 30 Александр Бутер, номер 4 Игорь Шитов, он капитан команды, номер 7 Артем Концевой, номер 8 Александр Володько, номер 10 Ренан Брессан, номер 13 Павел Нехайчик. И вот, пожалуйста, первый гол. Здорово разыграли. Неожиданно. Это классика, действительно суперклассика. Я даже не успел половину состава прочитать. Люда Зионович, вы видели, что там было? Да. Здорово сыграл Нехайчик, получил мяч, накатил на Брессана, который просто, как там он оказался один. Правда, до этого была атака в Динамовской, правым флангом атаковал Веретила, и его зону никто не закрыл. Вот сейчас, если будет повтор, увидите, как просто пустота в этой зоне и там, где должен играть Политевич и Веретила. Политевич и Веретила, да? Вот вам, пожалуйста. Интересно. Политевич перспективный такой игрок. Ну, как это можно назвать? Шок, наверное, для Минского Динамо? Ну, да, это шок. Это, конечно, шок. Сейчас послушаем, как отреагируют трибуны. Ренан Брессан, пожалуйста, получи и распишись. Продолжим, однако же, знакомить составом. Номер 17 Александр Павлов, номер 21 Егор Филипенко. Я уже постараюсь побыстрее все это сделать. Номер 22 Марк Асимич, номер 23 Эдгар Олегнович и номер 25 Дмитрий Бага. Состав Минского Динамо, который уже успел пропустить, ну, удар такой не наукутирующий, но легкий нокдаун, наверное. Номер 1 в воротах Александр Сулиима. Именно он только что достал мяч из сетки. Номер 2 Станислав Драгун, он капитан команды. Номер 5 Вакбат Янчен. Номер 6 Сергей Политевич, тот самый, что на бедокурил. Номер 7 Александр Быченок. Номер 9 Вячеслав Глеб. Номер 10 Рафаэль Ледесмо. Обратите внимание, впервые он вышел в основном составе Минского Динамо. Номер 11 Леонид Ковель. Номер 13 Брюном Банангой. Ответ, но получится адекватно, но там нарушение правил. Номер 19 Аэрильен Монторуб. И номер 20 Олег Веретилос. Судят сегодняшнюю встречу судья в поле рефери FIFA Алексей Кульбаков из Гомеля. Его помощники Андрей Гетиков тоже из Гомеля. И Виталий Малютин, он из Могилева. Инспектор матча Вадим Дмитриевич Жук. Ну что ж, сейчас мы можем сосредоточиться полностью на футболе. И смотрим, как Батэ начинает свою новую очередную атаку. Я скажу, что, конечно, ход очень сильный получился. То, что впереди стал играть Паша Нехайчик. А концевой справа полузащитника. И вот это сразу первая же атака принесла плоды. Вот вам, пожалуйста. Это же в Гербе не только игроков, но и тренеров. И уже было видно по составу, что оба тренера выставили сегодня на игру. Таких игроков и поменяли их позициями в первых трех турах. Команды играли совершенно по-другому. Ну, конечно, эта игра многое значит. Это можно сказать так. Как правило, такие игры, Батэ Динамо, это центральные игры не только тура, но, скорее всего, и целого круга, если можно так сказать. Игра продолжается. Людарь Семенович, какие еще сюрпризы вы увидели в расстановке футболистов на поле? Ну, Динамо как-то пытается играть с одним опорником. И два как бы выше под ним играют. Это и Драгун, и Бучинок. И такого нет четкого, что крайних полузащитников. Ледесма начал справа, сейчас он… Ой, красавец. Он начал справа, сейчас он уже слева оказался. Ну, это была бразильская техника в лучшем. Да, на пятачке развернул человека. Ну, вообще, я вам скажу даже по именам. Если брать, сегодняшний футбол – это уровень такой, скажу, даже немножко выше, чем обычный лучший матч чемпионата Беларуси. Посмотрите, сколько игроков вернулось. Всех мы видим вновь, многие в первый раз. И поверьте, на это стоит посмотреть. То, что сегодня, сейчас произошло уже, проигрыш, есть такое чувство, что это не единственный, конечно, гол. Это не единственный гол, это 100%. Это будет… Динамо очень… И вот Стас Драгун такую передачу тоже отдавал хорошую. Динамо очень настойчиво идет вперед, как будто и ничего не случилось. Ну, я скажу, что в этом году, конечно, Динамо очень сильно подняло по именам, по крайней мере, для начала имидж своей команды. Потому что, допустим, тот же Афанасьев, человек, игравший в лучшей лиге России, и, ну, довольно-таки хороший уровень, он просто не попадает вот в основной состав. Вернулся Бруно, с Турции в высшей лиге играл, да, и Глебслава, Ковель, вот это о чем-то говорит. Да, все ребята интересные. Кстати, вот говорят, что у Динамо проблемная будет самая зона. Сейчас посмотрим, как Александр Павлов разберется в этой ситуации. Ну, немножко неточная передача. Ну, проблемная зона у них может быть только центральная зона. Да, я имею в виду политеевича и твенча. Потому что два крайних полузащитника, они играют. Как и играли в прошлом году, значит, ну, я думаю, со временем они притрутся чуть-чуть. Все-таки было в межсезонье, в котором они сыграли там 10-12 игр вместе. Должны уже, в принципе, понемножку понимать. В общем, с другой стороны-то, такое тренерское доверие, которое у Вакбать Янчена сейчас есть, оно тоже должно, да? Как-то же играть. Да, 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 да. Политеевич хороший уровень игрок. Но вот это просто несыгранность. Вот она, вот первый гол, который получился. Это несыгранность. Посмотрим, как дальше получится. Тоже не от хорошей жизни, видимо, Павлов играет левого полузащитника. И тот же Паша Нехайчик играет нападающего. Потому что... Но что касается Паши Нехайчиков, мне кажется, он хорош везде. Его в ворота поставь, он и там будет пахать. Я в прошлом году, когда был опрос, я его поставил лучшим футболистом, играющим в Белоруссии. То есть мне Паша очень нравится, потому что он очень правильно играет по ситуации. Не только там отрабатывает или забивает нужные голы. Он очень умный игрок. Посмотрим, как будет складываться все. Но игра должна быть интересная. Вот этот гол, который сразу подстегнул. То есть здесь уже никто не может сыграть по заранее намеченной тактике. Допустим, Динамо обороняется. Хорошая атака. И выжидает свой момент. Они сейчас проигрывают, они должны атаковать. Ну и Батета тоже команда не та, которая сидит в обороне. То есть здесь будет открытый футбол с открытым забралом. Да, вот здесь кто внимательнее сработает. Потому что Батета очень здорово умеет играть. В атаке, в контратаке это великолепно делает Павлов. Это великолепно делает Брессан. Паша Нихайчик здорово может взорвать ситуацию. Ну а Динамо должно играть внимательно, чтобы больше не пропускало. Потому что если пропустить еще, будет ему очень-очень тяжело. А 2-0 отыграться в первом тайме, конечно, сложно. Но нападение у Динамо, посмотрите, как играет. Практически два нападающих. Слава Глеб левее и Леня Ковель справа. То есть один очень мастеровитый. Второй просто с сумасшедшей скоростью, скажем, силой. Ну посмотрим. Ну сейчас уже можно немножко выдохнуть. Первые напряженные минуты они уже миновали. Сейчас будем более внимательно смотреть. Сейчас судья просто так, как бы, скажем так, предупредил Монтарупа, что если еще одна такая атака сзади, то может быть и желтая карточка. Ну вот перспективно может получиться. Ну посмотрим. Мне очень импонирует то, что сейчас команда пытается играть просто, скажем так, забить второй гол, а вторые отыграться. Я думаю, что продолжат в том же духе. Да. Ну, Дима Бага выбросил мяч, и Баты готовит очередную свою атаку. Вот очень нравится, что как бы без раскачки начали. Никаких позиционных таких особенных присмотров нету, да? Сразу вперед. Да, это вот гол подстегнул, то, что я уже говорил, гол подстегнул. Играть чуть-чуть по-другому, чем даже, может быть, тренеры намечали. Наверняка, наверняка даже Виктор Гончаренко в лучших своих стах не мог представить, что уже на первой минуте его команда победила. Ну, скажем, у Баты всегда, как бы, такое, это с давних времен повелось. Первые 10 минут, как бы, оглушить, забить гол, вот. Что-то там Леня побежал на бровку, что-то там случилось или что-то. Какие-то проблемы. Да. Что-то сказал, но вернулся в игру. Да-да-да, может быть, поменял. Вот Синчен опять не очень удачно играет. Как плохо сыграл. И вот, пожалуйста, Борисан, еще один удар. И штат. Просто повезло. Вот, пожалуйста, вам Синчен поплыл, что ли? Как думаете? Ну, не знаю, не знаю. Это элементарный вынос головой. Он должен и не сильный быть, а высокий. Вот просто отбил перед собой. Надо отбивать не через центр, через края выносить эти мячи. Это же дю США. Не будет, да. Сложно ему. Видно, что мандражирует. Да, еще и первый гол, я думаю, ему как соли на хвост насыпал. Ну, посмотрим, такая, может, проверка боем хорошая. После этого можно будет сказать, какой футболист. Динамо единственное, что вот эта атакующая группа очень сильная. Очень сильная по сравнению Белоруссии. Наверное, одна из сильнейших. К Синчену нужен игрок более опытный. Вот так как в свое время Павлючик начал играть здорово. Ленцевич, когда был кто? Павлюкович. Когда он расставлял их, когда требовал. Да, дядька, просто дядька в обороне. Ну, смотрим, однако, за угловым видосом. Да, у Лидеса в исполнении стандарта просто. У него есть какая-то фишка своя? У него просто, он может вместо подачи просто пробить поворотами. Бывало, что забивал? Да. Это у него очень хорошее. У него техника, я говорю, просто потрясающая. Ну, вот Володько подойдет. Ну, Динамо-то, в общем, не особенно церемонится по первым секундам, можно сказать. Не, ну, а что сейчас, не пропустишь его. Он сыграл, да, жестко, но более-менее нормально, без желтой карточки. Досталось Александру Володько сейчас. Володько, да, получил по ногам. Мне хочется всего назвать Володько, как из бриллиантовой руки. Зачем Володько это сделал? Володько, конечно же. Ну, штрафной-то так, с виду, не опасный, но мы уже видели, как из неопасного возникают такие моменты, что мама, не горюй. Продолжается игра с мячом Филипенко. Заброс вперед. Вот Хинчен опять проиграл в своей борьбе. Хорошо, хоть и справился. Да, сложно парню этому придется сегодня. Навыков игры в обороне, к тому же у него кот наплакал, он из нападающих был переведен. И столько в прошлом сезоне. Ну, он уже в прошлом сезоне играл. Я помню игру с бельгийцами, он уже выходил в этой же позиции. Но Динамо играет, скажем так, 4 в центре полузащитника. И эти зоны при отсутствии крайних полузащитников очень активно будут, то, что вот я говорю, будет заполнять. Хорошая передача Монтарупа какая была, но удар тут не получился. Да, Льдес мы правой ногами его, как мы шутим для ходьбы. Для ходьбы. Ну, у него такая левая, что некоторые могут и двумя такого не сделать. Знаете, старая шутка была, в 70-м году сборная Бразилии стала чемпионом мира. Но считалось, вот это в Мексике, что это сборная одна из сильнейших за все время. За все время. Там же Эрзини играли, Пелетом. Горинчо. Да. И был Герсон, полузащитник, который левой ногой только работал. Ему говорят, а почему вы, говорит, правой ногой не работаете? Говорит, недостаточно, что я нажимаю на акселератор. Да, правильно. Зачем еще правая нога нужна? Павлов вот был слева, сейчас уже справа. Очень активно перемещается. Хватило бы сил только у него. Хватит, хватит. Он опытный игрок. Аккуратненько Батте сбивает порыв динамовский наступательный. Это вот радует то, что Динамо пытается прессинговать очень высоко. Очень высоко пытается прессинговать. Посмотрите, два человека возимомонгой и мяч отобран. И опять Павлов. Павлов хорошо начал, очень активно. И Батте грамотно, очень стараются, аккуратно дорожат мячом. Но вот это, конечно. Хороший пас на славу Глеба. Но уже все успели вернуться. Трое человек сразу окружили. Нет, не сработает. Но Монтерук может побороться. Молодец, зацепился за мяч. Да. И обыграл Концевого, конечно, Концевой не силен в защите. Он просто опаздывал в обороне. Но, слава богу, что еще успел вернуться. Видите, Батте моментами как бы неорганизованно одевается. И Сириси начинает уже немножко посвистывать. Не нравится им, что хозяев прижали. Вне игры. Вне игры зажег, да. Немножко с опозданием. Вы-то, конечно, раньше заметили. Да, это правильно. Сейчас такая трактовка судей, что где-то через 2-3 секунды не все болельщики это понимают. Такого судья зажигает флажок. Но такие требования сейчас. Гутер. Александр Гутер. Основной вратарь Борисовского Батте в этом сезоне. Молодой и перспективный. Воспитанник Минской из Дюшор 5, между прочим. Мог бы играть за Динамо, да. Ну, в общем, у Динамо-то сейчас Александра Сулима тоже. Если он в своей лучшей форме. У него в прошлый сезон выпал. Люда Саныча, игра под вашим руководством. Что скажете об этом голкипере? Я скажу, что очень надежный и суперпрофессионал. Значит, конечно, как любому игроку нужно доверить тренеру. В прошлом году его как бы маловато было в сторону по отношению Саши. Но нельзя сказать, что неоправданно, потому что Горбунов стоял. И стоял очень неплохо. Надо признать однозначно. Но, видите, Саша как бы, скажем так, вратарь должен уметь ждать. Вот он выждал, он сейчас основной вратарь без, скажем, каких-то либо кривотоков. Вот мне всегда казалось, что ему расточку не хватает немного. Ну, посмотрите. Акинфееву тоже не скажет, что хватает расточка. Живнову тоже не скажет, что хватает расточка. Они просто очень подвижны. И как бы очень здорово играют ногами. Ну и, если можно так сказать, на выходах своим ростом они 100% определяют проекцию мяча. А потом они играют здорово и на выходах. Гутер посылает вперед своих партнеров. Они пытаются расстановиться. Зацепился за мяч. Молодец. Вот Ишитов пытался сделать капитан команды, очень быстро прогрессирующий защитник. Хотя уже пора ему на какой-то более высокий уровень, наверное, выходить. Да, но у Ишитова большие проблемы. Скажем так, он... Вот последняя игра с Албани показала техническое исполнение. То есть физически он очень хорошо готов. Скажем, психологически устойчивый. И по-хорошему так, по-спортивному злой и наглой. Немножко есть проблема с техническим оснащением. А так вообще-то он хороший очень уровень игрок. Хороший. Полоцкий парень, потомок рокболдов. Вот посмотри, как Батте пытается сразу высоко прессинговать. Так же, как и Динамо при потере мяча. То есть сегодня мы выйдем в настоящий футбол европейского качества. Ну, наконец-то. Ну, хочется, скажем так, увидеть еще голов, голы еще, чтобы они были. А не то, что, как бы, когда останется 15 минут, последний 1-0. И всеми силами и средствами будут сохранять этот счет. Гутер. И его пытается прессинговать Ковель. Пока на это время я пока не вижу, что Драгуна нашел свою позицию. Раньше он как-то играл немножко ниже. Сейчас в этом месте Бруно играет. И как бы Бучинок, и Драгун играет под ним. Но пока что-то играть через них не завязывается. Да, в центре мяч у Динамо совсем не держится. Если впереди еще как-то за счет хорошей передачи из глубины, они цепляются за этот мяч, то в центре, конечно... Пока больше похоже на такой исполнитель Динамо пинг-понг. Перебрасывает как через сетку мяч, через центральную. Я скажу, что у Динамо сейчас средняя линия, да и атакующая, я еще повторюсь, но очень сильная. Очень хорошая линия. Ну дай бог, чтобы эта команда реализовала потенциал, чтобы не получился пустой хлопок, холостой. Ну да. Но это уже задача тренера, наверное. Да, это тренерная задача. ПТ очень грамотно развивает атаки. И вот Артем Концевой набороздит свой фланг. Ну Тиньчен сейчас аккуратненько. Ну Тиньчен здорово сейчас сыграл, может успокоился. Аккуратненько, да. Можешь успокоиться чуть-чуть. Посмотрите, вот вам, пожалуйста, как он. Да. Борьба на каждом пятачке это называется. Уже как бы Бата чуть-чуть освоилась. Посмотри, уже пару минут Динамо не может выйти из своей половины. Ну они на адреналине после пропущенного гола полетели вперед. Но Бата не та команда, которая может позволить хлистать себя по щекам. Они и сами там могут удариться. Вот как борются до конца за любое место. Притом Динамо их было двое. Вы знаете, судя по настрою, мне кажется, что будет достаточно сегодня желтых карточек, а может быть и чего поболее. Ну, поболее не думай, потому что это удаление, это уже будет очень-очень чревато. Очень хорошо, слава Глебу. Очень активный, очень активный слава Глеб. Леня Повель тоже старается как бы вот это вперед предлагать. Динамо надо забивать, Динамо надо забивать. Они два матча провели на сухую, аргументируя это тем, что плохое поле. Согласен я с этим, что поле на Динамо, конечно, ну, скажем так, есть на это объективные, видимо, субъективные причины. Ну, следующий матч Динамо проведет на тракторе. Вы по этому полю вступаете каждый день. Что скажете о нем? Ну, оно примерно такого же качества, как вот это сейчас. Оно во вторник будет примерно такого же качества, вот как это Борисовская поляна. Не идеальное, но... Ну, и оно сейчас здесь тоже не идеальное. Мяч все-таки дробит, посмотри, они где-то не на максимальных скоростях могут сработать. Природу не обманешь, скажем так. Ну, вот Лидесма. Он не заметил, как он голову поднял и хотел исполнить. Гутер был где-то на 14 метров. Он хотел... А почему не рискнул? Не готов мяч, он дробил. Он не лежал на земле. Он бы, если бы лежал на земле, он бы его исполнил бы. Парашютик зашил. Ну, будем надеяться, что такая возможность еще предоставить, продемонстрировал в своей классе. Нарушение правил. Свалили на Монторупе. Сам же пострадавший с полной штрафной нет отдает мяч Гимбанангою. Из тех команд, которые сейчас играют первенцы в Беларуси, по такой схеме, как сегодня Динамо играет, не играет никто. То есть, вот так, как бы, 4-3-3. Вот, по такой схеме не играет никто практически. Ну, посмотрим, даст ли это результат. Лидесмо опять, штатно. Очень хорошая передача. Ну, видимо, наигрывали это все на тренировках. Потому что Лидесмо вышел первую игру играть и стал штатным исполнителем всех стандартных положений. Ну, это вот одна из сильных сторон Лидесмо. Если будут штрафные где-то поближе, где он, фолы, где нужен удар такой или что-то, его, куда он пробьет, невозможно предсказать. Здорово. Не прошла передача? Не думаете, кстати, что выход Лидесмо именно сейчас, после трех игр, не выходя на поле, вот он сейчас нашел его Василенко выпустить, вот это какое-то тайное оружие, может быть, он хотел сыграть всю тренеру? У тренера виднее, вы знаете, есть игроки, которых до какого-то времени придерживают. Есть, как бы, их, что называется, наливают соком, что, значит, задевают их самолюбие. Задевают их самолюбие, что он должен выйти и в какой-то игре выстрелить, как пуля. Это тренеру виднее, тренер же сам себе не враг, согласись. Согласен. Нет такого тренера, который не желал бы победы. При том, что в Динамо это чревато, когда нет результата. Продолжаем смотреть футбол. Сулима. Очень приятно, когда вот футбол в это время, после рабочей недели, восемь можно при освещении, народ может прийти. Конечно, мы играем для народа. Если играешь там три-четыре, ну, не совсем. Совершенно другой футбол, о чем вы говорите, когда искусственное освещение, когда полные трибуны народу, когда хорошая игра, это действительно. Другие хотят прийти, но к пяти часам не успевают, не могут с работы сорваться или еще что-то. Вот это футбол для народа. А тот, кто не успел на стадион, пожалуйста, прямая трансляция на телеканале СТВ. Смотрим и радуемся. Монтару. Хозяин левой бровки он сегодня. Да. Ну, пока было только одно подключение. Хорошо, Ковидис Лидесмой сыграл. Углового не получилось. Лидесмой просто хотел с работы так. Или если пройдет мяч, то штрафной и нет так угла. Но очень здорово сыграл. А, вот бросается опять же Монтару. С Ковелем отыгрался. Получил мяч. Ну, здорово ушел. Здорово. Здорово. И тут Бану Гой. Ну, плечом он сыграл, в общем, руки там не было. Не-не-не, не было. Судья рядом был. Потом я не думаю, что не видел он этого момента. Ой-ой-ой, куда-то передать. Ну, это Вакбат Янчен. Но, с другой стороны, как защитник надо поставить плюс, как человек, который может организовать атаку, минус. Потому что он не потерял мяч. Если бы здесь потерял мяч, была бы контратака убийственная. Разрядил, и то, слава богу. Ну, да. И за это спасибо в данном случае. Так, сегодня это последний матч четвертого тура. Некоторые матчи уже были сыграны. Думаю, что следует назвать результаты. При том, что есть очень неожиданные. Белшина-Шахтер, как бы вы думали, закончился матч. Бобручане выиграли 2-0. При том, и не забили пенальти, по-моему. При том, и не забили пенальти. Это очень интересно. Минск, Торпедо Белаз. И еще один фаворит, так называемый. Так называемый, потому что сезон все поставит. Они из-за неуважения к футбольному клубу Минск. Проиграл сегодня на своем поле. Торпедо Белазу 0-1. Соскатый мяч, да. При том, тоже Торпедо Жодин не забил пенальти. Да, а вот еще результатик. Нафтан Днепр 6-0. Как вам это нравится? Ну, это уже, как бы, скажем, результат не... Итог не назовешь неожиданным, но результат, конечно, 6-0 это много. 6-0 это многовато даже для хоккея. Ковель все старается перепахать штрафную площадь БТ. Пока получается, но без особого эффекта, скажем так. И там еще... К сильным командам. При том, что дома они очки, я думаю, вообще будут... Не будут отдавать никому. Идет второй тайм. Витебск выигрывает. В Гродно 1-0. Гол забил Кулчук на 40. Найдет себя в белорусском первенстве. Был у него очень сильный отец-игрок, защитник. Ну, надеемся, что сын в нападении... Ну, ну, забивать-то умеет. Он в свое время был, по-моему, лучшим нападающим. Шерифи, он очень хороший играл. Много там, по 17, по 20 забивал. Потом что-то не заладилось. Но... Мне нравится настрой двух команд. Я скажу, что и Динамо просто не хочет уступать. А я вам скажу, уже сыграно 20 минут. Такое впечатление, что только начали. Незаметно в это время. Да, 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 очень интересная игра. Вроде как бы моментов немного, но все-все-все-все на таком, скажем... Мизери все идет, что там где-то выносится этот мяч. Или что-то. Старается. Старается Динамо изменить положение всеми силами. Пока не очень получается, честно говоря. А опасных моментов-то, как таковых, и не было. Действительно опасных. Слава в своем безлюбленной манере раскрутит на пятачке двоих, троих, да. Ну, там Дима Бага, в общем-то. Тоже гены есть какие-то у него футбольные хорошие. Ну, какие-то. Видимо, неплохие распадающие. Видимо, очень неплохие, да. Тут даже не надо суринамских отцов искать, как говорил Территорин. Здесь свои нашлись. Угловой. Да. Очень, очень опасным. Вот он на такой высоте подает очень хорошее, да? Что может пробить по мячу не один. Вот Слава сейчас начудил. Конечно, это надо было. Не было вне игры. Нет, нет, вне игры там. Было, поднял. Было, да? Нам показалось, да, что не было, но... Ну, отсюда, да, с нашего места показалось, что не было вне игры. Ну, судьям виднее, как говорят. Все правильно. Не зря на эту игру Кульбакова Лешу поставили, потому что он действительно квалифицированный судья. Честно скажу, мне очень симпатичен этот судья, именно по своей манере, и думаю, что действительно сам профессиональный орбитер у нас в стране. Он очень грамотно разбирается в моментах, он дает доигрывать эти моменты. И только не то, что там свисток, атаку сорвал, вроде бы правильно. Но он дает доиграть моменты. Это один из сильнейших наших судей. Достойная замена инспектору сегодняшней встречи. Ну да. Ну да. Пусто, пусто пока на динамоской половине. Ну да, это вынос мяча был просто с полуоборота стоит поле, это, конечно, рисковать никто не захотел. Интересных два бразильца сегодня в составе, Лидесма и Бресан. Ну, Бресана уже можно назвать бразильцем лишь наполовину. Да, да, да. С белорусским паспортом парень. Кстати, они общаются, дружат хорошо. Ну, естественно... А вот Леоне, вот на стырности Леоне можно только позавидовать. Вот это момент, Шимич блокировал мяч. Он не знает еще, наверное, Леоню Ковелю, который может вот этот момент и проломить, что называется. Ну, он может еще и узнает в этом матче. Не в этом, он в этом матче может и узнает, да. Если дальше будет точно так же играть. Ну, пас от Монтеру пошел очень хороший. Притом, Леоня предложил, а не то, что ничем заставили Леоню бежать Ковеля. Ну, вроде как бы центральные защитники уже динамовские молодые успокоились. Выдохнули, как говорят, да? Да, да. Ну, вот это опять у нас Леоня. Не надо удивляться. Да. Ну, он, конечно, жестковато сыграл. Ну, вот это оценил по достоинству Ковельбаков. Он извинился, Леоня, я сам понял, что неправ. Потом даже он не спорит, но... Ну, он же не со зла, он всегда так не нравится. Мне нравится, когда игрок сфалит или что-то извиниться, а не то, что, типа, судья, что-то свистеть, что-то там... Я же мяч пытался сыграть. Все пытаются мяч сыграть. Да, на поле надо играть в футбол, а борьба должна быть, в общем, в другом месте. В спортивном зале, да? Да, это Кьюрий Александрович, он отведет куда надо. Продолжается, продолжается такая игра качели, можно сказать. Да. Ну, скажем так, нет преимущества ни одной из команд, кроме того, что Батте забила гол. Игра абсолютно равная. Да, в общем-то, нет и таких комбинаций, которые бы логически заканчивались. Там, передача, вывод на ударную позицию. Последний пас как-то не проходит, и нет завершения. Ничего не было. Судья очень грамотно этот момент увидел. И Артем постоянно, вот как бы, да, он, конечно, супер профессионал, Артем. Но он постоянно, судья, провоцирует на эти свистки. Да, он... Ну, это тоже панка о двух концах. Кто-то говорит, что футбол это игра, и тут надо переиграть соперника любыми методами. Вот, по-моему, Сергей Киряков так говорил, который очень любил падать в штрафной площадке. Ну, игрок московского Динамо, сборная, если кто не знает. А я-то его помню, может, другие-то не знают, да. Нападающий, который, скажем, в советские времена, ну, не очень-то... Ну, неплохой нападающий был, но не выдающийся. Поехал в Германию, заиграл так, чтобы просто любодорого было смотреть. Да, раскрылся. Какой-то вот немецкий дух на него так подействовал. Сулейма, пытаясь начать атаку. Тинчен. Есть время посмотреть. Ну, отдал Монторупу. Блокировочка. Да. Хотя, если бы Артем не блокировал, Олегнович бы подобрал этот мяч. Вот Артем на экранах. Хороший футболист, сказать нечего. Гомель подарил двух достойных братьев. Кстати, младший играет тоже очень нормально. Он там не капитаном команды, а с резко ничем. Да, Сергей тоже, кстати, очень бескомпромиссный игрок. В защите играет. Сергей Концевой, Рослый, Гренадер. Такого попробуй пройди еще. Шитов будет выполнять аут. Ищет адреса. Ой, ой, не поняли друг друга. Не понял Олегнович Павлова. Хорошая какая была передача. Ледесмо, как оттер здорово. Как оттер мощного Шитова, да? Ледесмо, да. Парень не подарок сразу видно. Вот смотри, вот как. Вроде Шитов первый на мяче. Но где-то за счет хитрости, где-то первый на мяче оказался. Очень хорошее приобретение сделала Динамо. Хотела же он его сделать раньше, но вы же не отдали Ледесмо. Ну, кто дает, дорогой. Да-да. Вот, пожалуйста, еще один момент. Глава показалось, что поталкивал веретила Паша Нихайчик. Но, в принципе, Кульбаков дает играть. Дело в том, что очень хорошо, когда судьи дают играть. И тот же Бернштанге сам просит. Попросил судей, чтобы дайте играть. Да, немного было видно. Чуть-чуть, если, да. Да, дайте играть. Любое касание к игроку, это еще не фол. Потому что, ну, действительно, футбол сейчас стал очень атлетичный. И вот интересно, посмотри. Да, интересный разыгрыш. В атаке осталось три человека на двоих игроков Динамо. Монтаруп ушел атаковать при углу, потому что он маленького роста. И он не может помочь в обороне. Четко распределены обязанности. Да, было три игрока Динамо в атаке против двух игроков остальных. Притом на центральной линии. Если бы был вынос быстрый. Пас какой. Очень интересно даже в тактическом плане понаблюдать. Вот хорошо может получиться. Но немножко не дошла передача. Надо было посильнее. Пока я Драгуна не вижу. Драгун потерялся, да. Это не его позиция, видимо, что-то такое. Его вообще не видно. Игру ведет Лидесмо. Лидесмо, Ковель, два самых заметных футболиста. И слава Глеба. И слава Глеба. Ну, потому что в атаке мы больше видим даже Монторупа. Вот Монторуп, он бороздит свою бровь. Очень хороший пилот. Да. Тинчер здесь без паники. Здесь хорошо. Вот Олег Василенко на экране смотрит, волнуется. Ну да. Конечно, должен волноваться. А тут смотришь, и то волнуешься. А тренеру? Знаете, как один знакомый работал. Я когда тренером работал, он посидел. Не знакомый, но руководитель клуба. Он на тайм сел, на лавку запасной. И после первого тайма ушел. Говорит, не хочу, не могу. Это электрический стул. Не каждому дано это посидеть, выдержать. Охотно вам верю. Иногда смотришь за матчами сборной, не можешь смотреть даже по телевизору. И как представишь, что там делается на тренерской скамейке. Это действительно что-то. Это вот когда показывают тренеры, что там вроде эмоций нет. Но это настолько они глубоко спрятаны. Как ошибся. Отличный момент. Как ошибся Политевич в передаче. Вроде правильно хотел отдать. И последний момент только спасли сейчас ситуацию. Ох, курс молодого бойца сегодня у Тинчена и Политевича. Да, Политевич уже опытный игрок. Он уже два года в Навтане постоянно играл. И как бы он уже матерый, скажем так. Он постоянно там же играл. За молодежку постоянно играет. Просто надо найти взаимопонимание. Тинчен может получить карточку. А что он там отворил? И дело в том, что он с Шитовым просто, скажем так, его хватает, Шитова, чтобы он не играет персонально с ним при угловом. Вот. И судья-то заметил. Это за кадром осталось у наших операторов. Ну, я просто не смотрю телевизор. Монитор смотрю вот здесь. Дима Бага подает угловой. Нападение на вратаря. Кстати, это поле не очень... Замена. Обратите внимание. Быстро, однако, среагировал. Слава уходит прихрамовая. А, это замена вызвала, значит, травму не здоровья. Это выходит Афанасьев. Михаил Афанасьев. Дебют в Минском Динамо. Поздравляем. Вот он будет играть четко чуть спереди, но справее. А, видимо, Ледесма сместится, или бычинок сюда сместится левее. Вот это потеря для Динамо. Потеря. Большая потеря. Слава неплохо смотрел сам. Ну и Слава Глеб по уровням Беларуси очень большой футболист. Тут говорить нечего. Двое футболистов забрали мяч нападающего Бате. Все-таки еще поле не... Вот как Ледесма успел разобраться. Ну и Драгун-то хорошо установил мяч. Ой, как здорово сыграл Бага. Просто, скажем так, за уши словил этот мяч. За уши. Хорошее очень выражение. О, летелось. Хорошо, на пятачке разобрались. Ну вот, Слависик, можно было получше. Да. Это не опасно. Но я скажу, Паша Нихайчик впереди играет. Он напрягает по полной. С Пашей Нихайчиком набегается любой. Видно, что у человека есть и голова на плечах, и ноги успевают за головой. Но здесь не очень... Сулима в предыдущем моменте там ему чуть не нанесли травмы. В 2008 году Паша Нихайчик просто так в воздушной дуэли встретился с Сулимой, что Сулиму просто унесли с поля и сразу же заменили. И он после этого не смог игру даже играть через неделю, по-моему. Вот вам и хрупкий Паша Нихайчик. Да, он очень плотненький. Хороший футболист, дай бог ему здоровья и большой карьеры. И долгожитие в футболе. Драгун отыгрался с Сулидесмой, получил мяч. Неправильное решение Гочанова был открытый уже. Вот Драгун чуть-чуть мы как бы покритиковали и уже как бы стал появляться с мячом. Появился на телеэкране, можно видеть двоечку. Да, появился и можно отметить его. Вот вам Паша. У Паши очень неплохая дистанционная скорость, а Тиенчен, конечно, ему проигрывает в этом. Однозначно. Тиенчен запомнит сегодня Нихайчика надолго. Нет, он пока, скажем так, ошибается, но как и любой футболист, который здесь играет. Нельзя говорить, что только все беды у Динамо, только того, что так вот. Нет, нет, ни в коем случае. Тиенчен, я верю в этого футболиста, мне кажется, наберется опыта и будет очень-очень квалифицированным игроком. Ну, таких игроков, в принципе, будущее есть. Но это при том, что он должен просто не работать, а пахать как лошадь. Пахать. Кстати, первый тренер Прохоров, первый тренер Политевича, очень хорошо отзывался о Сергее. Именно говорил, что человек, который любое самое мелкое задание, выполняется таким энтузиазмом, что просто у него горит под ногами земля. Вот то, что я сейчас говорил про Шитова. Он теряет мячи на ровном месте. Нельзя это делать. Он защитник, а не разыгрывающий. Может, ему не напомнили об этом перед игрой? Здорово, здорово. Хорошая мужская борьба, а Бага хорош сегодня. Но Бага еще может потерять мяч, он заигрался немножко. Динамо сейчас плотненько взялось за дело. Нет у нее игры, здорово. Давненько я не видел в чемпионате Беларуси, чтобы Батте так оборонялась на своем поле. В общем, хорошая команда. Достойный соперник. Однозначно достойный соперник. Хорошая команда. Не зря об этом говорили. Если в прошлом году Динамо, как бы, тоже говорила, что мы усилились там или что-то. Они в прошлом году не усилились. Они в прошлом году создали внутреннюю конкуренцию. Да, на каждой позиции было по два игрока, но это не усиление было. А вот в этом году это реальное усиление динамовской команды. Реальное усиление. Лидесма исполняет свою фирменную подачу. Как же хорошо он это сделал. Пожалуйста, мяч с винтом, как мы называем. Именно поэтому его Гуттер и не поймал. Гуттер ловил как простой мяч, а он с вращением большущим идет. Ну, а дальше уже Бучинот пытался рвать сетку, но для этого надо попасть. Хорошо, что там кто-то из защитников сыграл, кто-то был, не заметил, головой сыграл. А так, действительно, реальный момент. Да, Лидесма, можно сказать, можно предположить, что не дай бог, чтобы не было у него травмы, как это случилось. Ну, нельзя говорить, что только Лидесма играет. Я говорю, вот играет Ковель неплохо впереди, напрягает очень сильно. Играет, ой, здорово, Олег Нойч разобрался. Играет, играл Слава, играет как бы моментом, Бучинот неплохо играет. Шитов, Шитов опять пытается, но на сей раз хорошо. Филипенко назад к Гуттеру и Ковель тут как тут. Все-таки, я скажу, конечно, Ковель не такое, ну, оно хорошего качества, но они не летние, конечно. И опять Ковель. Ковель, если брать под частоте произношения фамилии, то Ковель здесь явный лидер. Мяч у него в ногах почти постоянно. Ну, тренеры выпустили на его место. В Сатурине он даже играл было и правым защитником, но какой из Лени правый защитник? Да, это все удивлялись, когда узнали, что Ковель в защите. Да вы что? В защите играть, играя одного бега, быстроты не хватает. Самая главная голова. Так и везде вообще в футболе. Вот Бучинот здорово развел атаку с одного фланга в другой. Вот Афанасьев получил мяч. Афанасьев как-то грустит на правом фланге вышел. Ну, надо войти в игру сложно, конечно. Да, конечно, в такую игру сложно войти. Вот Драгун, то, что мы говорили, Драгун как бы нас услышал. Надо же начинать играть. Павлов прямо за руку держал Хлебакова, просил не давать. Нет, ну там карточка такая, там вроде жестко встретил, но вот посмотри. Ну, в общем, не сказать, что он играл грубо. Не-не-не, это такой, да. Он не выцелил ни ногу, играл в мяч, но зацепил. Ну, судья ближе, ему виднее, скажем так. Ну, к тому же, в общем, может быть для отраски, чтобы не распалять страсти. Да. Хлебакову всецело доверяем. Штрафной исполняют. Ну, очень далеко все эти штрафные от штрафной. Ну, Бычинок второй раз попытался с тем же эффектом. Это Драгун был, да. Драгун? Да. Да. Очень далеко эти штрафные идут. Стандарты от штрафной. Если бы они поближе, то, конечно, это бы несло бы совсем другую опасность. У Динамо есть кому пробить? Есть кому исполнить? Я говорю, Лидесом исполняет здорово. Да есть там и Слава Глеб, который был, исполнял. Слава уже... Да, уже Слава нет. Если чуть-чуть подальше, это Леня Ковил, у которого удар просто сумасшедшей силы. Ну, Леня, если попадет в перекладину, так она, я думаю, согнется. А может, наоборот, мяч лопнет. Или мяч лопнет. Так, еще одна желтая карточка. Да, сейчас посмотрим, что тут получилось. Ну, лежит, насколько я понимаю, это концевой. Да, столкнулись два седьмых номера, Бычинок и концевой. Ну, Бычинок локоть, я так понял, выставлял. Да, за локоть сейчас незамедлительно идет карточка. Ну, дай бог, чтобы обошлось концевым. Да, я концевой получил прилично. Да, похоже, что серьезная травма. Бригада докторов. Да, Политевич получил карточку. А Политевич-то за что? Ну, не знаю, он сам удивился. Сейчас посмотрим, может, повтор будет. Да, точно видел. Ну, Политевич ответил за товарища. Разберутся. Я думаю, должен продолжить концевой. Судя добавляет минуту. Минуту. О, уже закончился первый тайм. Да. Кстати, незаметно. Незаметно совершенно. Ну, что ж, подводя кое-какие итоги, что можно сказать? Хорошая игра. Очень, как бы, страстная. То, что вот мало игр. Не так много игр в Беларуси, которые, да, которые вот такой страстью отличаются. Очень неплохая игра. Вроде моментов не так и много, но футбол красив не только моментами или голами. Но футбол красив изнутри, вот когда ты начинаешь смотреть, как комбинация проходит, как человек мяч принимает, как разворачивает. Да, я думаю, что не пожалели все, кто собрались сегодня на стадионе. Те, кто смотрят телевизор. Нормальный. Нормальный концевой. Концевый боец. Парень мужественный, да. С таким в разведку можно идти. Кстати, когда он готовился, когда поступило предложение из Нальчика, поехать на сбор, на просмотровый сбор. Он очень серьезно к этому отнесся, готовился. И как итог он попал в Нальчик. Бриссан хитрый навес сделал. Ой, здорово. Это веретило вынес мяч из пустых ворота. Это веретило. Вот сейчас герой эпизода. Может быть и оборотка, но... Герой эпизода и герой страны. Человек, который забил третий гол в сборной Италии. Да, 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 да. Ой, как не точно быченок сыграл. Все, дает финальный свисток и тоже еще первый тайм Алексей Кульбаков. Прекрасная игра. Великолепный гол. Несколько моментов. Спасибо, что вы были с нами в первом тайме. Надеемся, что останетесь с нами во втором. Сейчас мы посмотрим нарезочку самых опасных моментов. Ну и потом не уходите от нас. Вас ждет программа СТВ-спорт. Узнаете последние новости спорта. Мы продолжаем пока вести свой репортаж. И остаемся с вами. Что можно сказать? Видел я перед игрой сегодня. Немножко пообщался с Василенко. Не стал его отвлекать. Вот мне он был такой весь в себе человек просто. Сосредоточенный в глазах. Такая прямо нацеленность. Вот, пожалуйста, Саммери. Вот первый гол. Да. Брессанта тоже хорошо разобрался. Очень здорово. Он просто исполнил. Вот. Нету правого защитника. Вот это штанг уже. В этот момент, да, когда второй момент. Мог и второй угол распечатать. Да. И вот БТ. Вот это еще угловой подает. Это там, где было зафиксировано нападение на Сулим. На Сулим, да. Ну, вратарской нельзя трогать. Вот это вот подача была Ледесма. Да, Ледесма, да. Гутер не словил мяч. Ну и потом Быченок запустил мяч в третий сверху ворота. Вот это Саша Сулим отыграл. Немножко неправильно. Этот мяч надо выносить за лицевой линией. Понятно. Что ж, надеюсь, что вы не скучали. Увидимся во втором тайме. Услышимся. Всего доброго. До встречи. Динамо, 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 Динамо. Добрый вечер снова. Здравствуйте. Второй тайм матча БТ-Динамо-Минск. Прошло пару минут. Ничего вы не пропустили, не беспокойтесь. Динамо пытается отыграться. БТ на первых минут второго тайма обороняется. В общем, все логично. Динамо надо отыгрываться. Телеканал СТВ представляет вам центральный матч четвертого тура чемпионата Белоруссии по футболу. Ваши комментаторы Сергей Канашис и Людос Румбутис. Мы продолжаем репортаж. Напомню составы команд. БТ. Произошла одна в перерыве замена. Концевой был заменен. В первом тайме в столкновении с Быченком получил, видимо, серьезное повреждение. Уже переоделся. Пошел смотреть с трибуны. Итак, в воротах у БТ 30 номер Александр Гутер, номер четвертый Игорь Шитов капитан команды, номер восьмой Александр Володько, номер десятый Ренан Брессан, номер тринадцатый Павел Нехайчик, номер семнадцатый Александр Павлов, номер двадцать первый Егор Филипенко, номер двадцать второй Марк Косимич, номер двадцать третий Эдгар Олехнович, номер двадцать пятый успел, успел Павел Нехайчик, ну пробил неказиста. Номер двадцать пятый Дмитрий Бага и Михаил Гордеичук, который вышел вместо Артема Концевого, имеет на спине номер одиннадцать. Минская Динамо в первом тайме была одна замена. Повреждение получил Вячеслав Глеб, он был заменен на Михаила Афанасьева, а Михаил Афанасьев номер восемь. В воротах Александр Сулима, номер второй Станислав Драгун, капитан команды, номер пятый Вакбат Янчен, номер шестой Сергей Политевич, номер седьмой Александр Быченок, номер десятый Рафаэль Ледесма, очень хорошо смотрелся в первом тайме. Номер одиннадцать Леонид Ковель, не менее хорошо, номер тринадцать Брюном Манангой, номер девятнадцать Арильен Монтаруб и номер двадцатый Олег Веретилов, выбивший мяч из пустых ворот, не позволивший сделать счет 2-0. Люда Суныч, что интересного вы заметили, пока я ввелся снова? У Динамо очень хорошо взялось за атаку и буквально вот час после передачи Ледесма Ковель не среагировал на мяч, который ему летел. И до этого был момент такой очень хороший, там последний момент, только защитники мяч выбили на угловой. Вот сейчас это уже штрафной, фолк очень близко от штрафной, потом я думаю, что уже здесь может быть намного опаснее. Посмотрим, что придумает Динамо сейчас. Афанасьев пошел туда, Афанасьев очень неплохим ударом владеет. Очень, не, 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 вот эти передачи, они очень стоят в большую опасность. В позиционный розыгрыш перешла игра, вот это может быть неплохая контратака. Неплохая, да. Шитов любит, ну опять, что-то шитов, да, в этой игре он, как бы желание, все есть. Может быть оно захлестывает, но очень много брака от него сегодня. Ну, для капитана-то это не лучшая черта. Посмотрим, с мячом Бате продолжает владеть мячом. Очень здорово Паша Нехачик напрягает на обороны динамовцев. Паша Нехачик, на мой вкус уже давно созрел для национальной сборной. Ну, не зря его штанги вызывал, скажем так, национальную сборную, уже, правда, не сыграл, но интересный очень игрок. Очень интересный игрок. Сулима, вперед, вперед, вперед и только вперед. Динамо, только там надо искать счастье свое. Леня Ковин, бегает очень много, очень много. Но пока, к сожалению, даже такого, чтобы можно, как, скажем, с Албанией, где он приложился вратарь, тогда еле-еле в ближнем углу этот мяч вытащил, то в сегодняшней игре у него нет никаких моментов. Да, пока на холостом ходу. Да, он очень прилично напрягает оборону. Ну, после первотаймовых ляпов, скажем так, Хинчена, Политевича успокоились. Ребята, да, пожалуй, что и Батэ больше там центром не особенно их напрягает. Ну, да. Вот опять Хинчен сыграл. Хорошо разобрался Володько. Бага очень надежно играет в обороне сегодня, надо сказать. Навес вперед, там борьба на втором этаже. Ой-ой-ой. Ой, Павел, так запорол момент. Да, здорово сыграл Володько и Бриссан. И вот этот моментик уже хороший был. Ну, Батэ, если брать по опасным моментам, явно выигрыши сегодня. Ну, так скажем, три, вот это два момента, третий, который забили, и вот этот третий момент, который такой из незабитых. То есть у них более-менее как-то так есть поставлена игра. Они давно сыграны друг с другом. А Динамо, посмотри, сейчас, скажем так, очень многие вот играют. Ну, скажем так, Кинчен, Политевич, Быченок, Афанасьев, Ледесма, Ковель. Ну, это новая команда. Новая, почти полностью. Да, почти новая команда. Играет из старых Веретила, скажем так, Монторуб, Драгун. Я вам скажу так, даже туфли надо разносить, чтобы не жаль, не говоря уже о команде. Вот Бага опять не дает. Да, на фланге пытался Афанасьев разобраться. Вот сейчас Афанасьев играет типичного крайнего полузащитника, чего не было в первом тайме. Ну, это его стихия, Афанасьев. Это его бровка. Навряд ли он в другой позиции где-то сыграет. Может. Ну, и на один тайм должно хватить здоровья Афанасьева, чтобы побороздить его. И на два ему должно хватить. Сейчас здорово Тинчен сыграл на перехвате. Продолжает Динамо лезть вперед, продолжает лезть вперед. Но тут надо глаз да глаз и в защите. С Батэ тут шутить нельзя. Хорош прострел был. Да, да. Вот как бы нагнетается, нагнетается обстановка. Вроде как бы таких хороших моментов и нет. Но очень прилично нагнетается обстановка у воротшей Батэ. Очень интересно еще будет посмотреть, как Павел Нехайчик. Вот здесь будет у него шанс наверняка во втором тайме. Наверняка хоть один добудет. Вот посмотрите, как он будет. Он уже имел момент хороший. Он остается один вот среди двух-трех защитников. И он намного быстрее двух этих центральных защитников. Я думаю, что и технические, да. Ну, очень такая сейчас Веретил делал передачу явную читающуюся и не сильно мяч лиц. Но все равно, пожалуйста, напряжение такое сказывается. Ну и угловой заработал. Молодец. Простая передача, а вынос мяча очень корявый. Ну, сейчас Лидесма что-то сделает. Своё фирменное, надо думать. Нет. Разыграли. Предпочел разыграть. Опять Веретила. Очень здорово Шимич сыграл на перехвате. Но Быченко опять удар. У Быченко, да. Сегодня у Быченко удар не очень идет. Это второй удар, который идет вообще не в ту сторону. Да, пока мы еще не были в репортаже, попытался тоже Быченко ударить поворотом, но мяч почему-то полетел совершенно в другую сторону, к трибунам. Бывает. Да. Прессингуют. Динамовцы прессингуют. Очень стараются, очень хотят. И Динамо, посмотри, у них не получается той игры, как они привыкли играть. Они всегда играли. Как бы через мяч вводился в игру короткой передачей, да. А сейчас, сейчас Бате играет тоже, пытается найти передей Нихайчика, который может там убежать. Но как Динамо, посмотри, даже Брессант где играет. Очень низко, очень низко садится. Вот эти 15 первых минут надо вытерпеть. Вот это уже опасно. Это уже опасно. Фолл был. Михаил Афанасьев там устроил такую заварушку, заработал штрафной. Ну, сфолили не на Афанасьева, а на Веретиве. Веретива это очень активно тоже во втором тайме. Ну, надо отыгрываться. Первый тайм он не подключался. Больше Монтаруб сквозил. А сейчас уже... Очень честно Веретива парень, когда забил итальянцем, сказал, что я-то вообще хотел сделать все по-другому. Но так получилось. Другой бы сказал, да я так и задумал. Опять Ледесмо. Талант как деньги или есть или нет. То же самое. Чаще бывает, что нет. Но деньги-то можно заработать. А талант-то попробуй. Батте, Батте. Аттони пытаются отидвинуть игру от своих ворот. Ну, правильно. Батте сейчас-то надо, в общем, спокойно играть. Как-то сбивать темп этот динамо с выступателями. Что они пытаются делать? Вот мяч не... Может, сейчас удастся им взять под контроль. Пока им под контроль не удается взять мяч. Вот ты сейчас... Чуть-чуть не перехватил. Ну, хорошо, хорошо у них проходит этот квадрат этот в центре поля. Карточка желтая. Стопроцентная желтая карточка. Точно. Я он опаздывал. Это... Олегнович по молодости, по горячей. Ой-ой-ой-ой-ой. Как косой просто прожелся. Ну, хорошо, что Бруно видел, что коса, как ты говоришь, летит. Поэтому вовремя еще называется подстраховался. Глаз да глаз тоже. Готовит Батте замену, Ермакович дает какие-то установки, рассказывает задачу на игру, я так понимаю. Это будет, скорее всего, Бардачев. Вероятно. Целима, навес вперед. Павлов, навес обратно. Тим-чен. Горьба за центр. Целима, здесь надо аккуратненько. Саша хорошо ногами играть. Это рука. Ну, что Женов, что Целима. Маленький, но очень шустрый. Да. Политевич, ну как же так можно-то? На ровном месте ошибся. Вот сейчас, может, хорошая контратака получится. Посмотрим, что сейчас делать. Затянул. Затянул. Нет, ну мы-то, конечно, знаем, что у Олегновича удар хороший. Да, но он не готовил. Он два решения принимал. Или бить, или отдавать. Получилось на половинку. Да, да. А там очень хорошей позицией был Паша Михайчик. Не дождался на сей раз. Станислав Драгун. Капитанская доля тяжелая. Нужно вести вперед. В замену. Вместо Павлова. Вместо Павлова. Да, Павлов уходит. Выходит Максим Бардачев. Павлов первый тайм очень неплохо отыграл. Но второй где-то вот это первые 10-15 минут как-то так потерялся. Растворился, скажем, не потерялся. Ну, Бардачев посмотрим. Но на весь тайм не готов. Бардачев будет играть левого защитника, а Багов сыграет левого полузащитника. Бардачев-то очень квалифицированный. Человек, который может и вперед пойти так, что охнет. И в защитке надежно сыграть. Да. Мы посмотрим, что сейчас за перестановка он будет. Я сразу сказал, что Бардачев будет играть левого защитника, а Багов будет играть левого полузащитника. Бардачев будет играть левого полузащитника. Багов будет играть левого полузащитника. И отодвигает пока, надо сказать, удачно. Филипенко до конца. Вообще, я скажу, что очень много борьбы. Но нельзя сказать, кроме того момента, когда концевым локтем заехали, все очень аккуратно. Да, аккуратно. То есть, уважая друг друга. Мбанангой на Веретило. Веретило отступал от мяча. Веретило от него, но все-таки сохранил его. Ладько пытался отобрать мяч. Прессинг на каждом участке. Сунет между. Ну, вот это вот я уже знаю. Этот финн знаком вам, да? Очень изящно. Я вам скажу, что вот такие моменты, такие игроки, это просто украшение. Это украшает футбол. Когда вот начинаешь следить за ним внимательно, когда он просто, ну, не только он, бриссант, там, тот же драгун может что-то вот такой хороший. Сотворит Паша, не хайчик. Есть у нас не только бразильцам у нас, да, есть. Есть, конечно, да. На таких ходят люди смотреть. На того же Родионова. Вот насколько умеет. Ни хайчик какую-то тонкую передачу отдал. Никто не поддержал эту атаку. Не успели. Но хорошо. Но как вот ушел Шитов от Тинчина? Противостояние Драгуна и Лихновича. Перехват чистый. Очень много у Политевича не получается первый пас. Первый, видите, это как важно. Да, это вот он второй подряд такую передачу ошибся. Сейчас просто выбил мяч вперед. Ну, Драгун, покажи нам что-нибудь. Ничего не было. Все через мяч. Все через мяч. Ну, как-то, скажем так, Динамо выдохлась на эти 15 минут. Ну, сейчас все может решить. Да, вот Быченко не снимает Быченко. Видимо, выходит Роберт Дебелян. Второго нападающего Динамо запускает. Роберт Дебелян. Только я хотел спросить, задаться вопросом, увидим ли мы сегодня Дебеляна, как нам тут же дали ответ. Конечно, в общем, было бы странно, если бы мы его не увидели при таком счете. Конечно, надо отыгрываться. Матч можно спасти на 95-й минуте. Были у Зебеляна несколько неплохих сезонов, которые он провел за Краснодар. Становился даже лучшим бомбардиром российской первой лиги. Но это было уже лет 5 назад. Как проломил Паша, этот самый Шитов, не Паша? Шитов, да, может. И вот не дают разбежаться, не дают разбежаться. Но сохранил все равно мяч. Сохранил мяч, Лидес, мы как у бразильцев, как приклеены к ноге. Идут широким фронтом вперед минчане. Ничего не остается, только вперед, надо отыгрываться. Хороший перевод. Веретило. Но опять-таки мяч подскочил, не очень было удобно Лидесу его принимать. Тем не менее, отдал передачу. Левым флангом идет атака. Нет, там ничего не произошло. Но угловой, угловой это не очень легко. Но это Монтаруб отключался. Вот болельщики Минского Динамо во втором тайме запели, закричали. В первом тайме молчали трибуны, отдавая память трагическим событиям, о которых мы все знаем, все оскорбим. Но жизнь продолжается, и футбол тоже. Лидесма готовится подавать угловой. Что-то на сей раз будет. Пытались, Леонид пытался колу или разыграть, но Лидесма сказал, что навряд ли надо. Вынесли мяч за пределы штрафной. И вот разгоняется контратака. Борисовичен просит мяч. Просит мяч Брисан. Был совершенно один, мог уходить. Один на один. Афанасиев. В принципе, Гордичук очень хорошую скорость имеет. Если бы сейчас Паша запустил его, то я думаю, что были проблемы. Гордичук направо, да? Да, да, да. Правее он уже, Тинчен, уже был как бы отыгран в этой ситуации. Ну и то неплохо. Уже карточка, это уже, скажем так, стремность в оборонительных действиях. Ты не можешь ошибиться. Это очень тяжело. И тренеру, представьте себе, как надо угадать, менять защитника у которого карточка в первом тайме или дать ему дальше играть. Ну должно быть чутье. Без чутья. Но это опять тренер знает, он горяч парень или сумеет как бы совладать с собой. Здорово Паша обворовал. И какую передачу отдал. Драгуна обворовал бы. Здорово Бага пробил. Великолепный момент. Острый, очень острый контрвыпады у Батте. Ой-ой-ой. Брессан головой. Нету игры, да. Два сборника наших. Не получается у Динамо игра, не получается. Рафа Ледесман чувствуется, что мне еще как бы уже физически видно потерь, что он не игравший эти три игры, так ему как бы не тяжеловато. Немножко наелся. Да, да, да. Поле все-таки мягковатое, но тяжеловато. Но он профессионал. Он из ничего может сделать. Так же, как Слава Глеб. Многие игроки Динамо. И Ковель из ничего мы не могли сделать. Дмитрий Бага в этом сезоне выдвинулся уже на позиции основного игрока и вполне заслуженно. Я скажу, я очень, скажем так, по-хорошему завидую тренеру, который имеет вот такого игрока. Вот он в первом тайме просто здорово сыграл. А сейчас играет левого защитника. И какую передачу отдал Дмитрий Бага. Суллима здорово сыграл. Просто здорово. Это Филипенко бил. Это потрясающий был момент. Как Суллима вытащил. И Суллима, безусловно, браво. Браво спас. Опять Динамо очередного гола. Ну что, можно только восхититься вот этими моментами, игрой Батте, вот этими вот наигранными, вот этими комбинациями, которые у Батте просто чувствуются. Там здорово Филипенко играет головой Бардачев. Не говоря уже про Пашу Нехачика, который просто вот, ну, вдруг чувствует себя здорово. Подача немножко сильная. Там Филипенко мяч принял. Что он сейчас с ним будет сделать? Он постарается сохранить и сработать на угловой. Вот и все. Ну, а вот получилось тоже неплохо. Это хорошая, в контратаке не получилось в сторону Батте. Вот и здорово. Никуда не торопится, Борисовчане. Торопиться им некуда. Ну, уже видно, что уже тяжеловато, что одной, что второй команде. Все-таки скорости неплохие. Да, между тем, время летит. Время летит, как крейсерский. Уже 25 минут второго. Бардачев, пожалуйста, подключился к атаке. Володько, навес. Паша выиграл. Но стоя спиной сложно, конечно, забить. Паша, вот человек, который стремится любое касание штрафной с мячом, закончится чем-то логическим. Ударом или поворотом, или сделать передачу. Думает, и, может быть, пока не все получается в исполнении, но у него еще все впереди. У меня есть. У человека хорошее понимание игровой ситуации со мной. Я очень вот всегда своим, когда тренером работаю, я всегда привожу пример Юревича, который по ситуации, наверное, в Беларуси играет просто здорово. Просто здорово играет. По ситуации он может в одном эпизоде сделать 5-6 пауз. И очень здорово разбирается. Вот я думаю, что через несколько лет Паша будет не слабее его разбираться. Юревич, Лицкий хлопец, как и Политевич. Мека футбольная. Да, практически. А что в таких городах для ребятишек? Футбол, как был, так и остается спортом номер один. Да, и от этого не спрятаться, не скрыться. Лиды Асма там устраивал очередной бразильский карнавал. Получил, подковался немножко Дмитрий Багаева. Я думаю, что вот эта игра, его шанс, я думаю, что тренер увидел, что он игрок, да, и он воспользуется, потому что он действительно... Ну, такого игрока грех держать на скамейке. Ну, я еще раз говорю, видимо, у тренера были какие-то причины не нам судить. Значит, мы с тобой уже говорили о том, что тренер сам себе не враге, согласись. Батэ тоже не получается такой осмысленной игры в выходе из обороны, потому что Динамо очень хорошее давление навязывает. Очень хорошее давление на прессинг по всему полю, и защитник играет просто, ну, скажем, на отбой. Батэ попытался разбежаться. Какая потеря Шитова? Должна была... Отличная контратака должна была быть. Ледесман нашел пасом. Очень много брака у Шитова сегодня. Да. Ледесман нашел Афанасьева, но он вне игры. И оттягиваются Динамо-мсцы. Еще одна замена. Динамо готовится. Последняя установка. Это Перепечка, по-моему. Ну, никому он же он заменит. Да, Александр Перепечка. Ну, встретиться на поле с друзьями. С Димой Багой, с которым вместе начинал футбол. Максим Скалыш тоже начинал, но тут пока... Хорошее предложение. Здорово Шимич сыграл. Просто здорово сыграл. Максимич, хорошее приобретение тоже Батына. Ну, по первым матчам, по крайней мере. Ну, по первым матчам он втянется еще. Видно, что и Филипенко еще в кондиции не набравший так. Но игрок-то хороший. Я так и думал, что Ледесман будет менять, потому что он уже, как бы, тяжеловато дышал. Он не готов на 90 минут все сыграть полностью. Но тренер благодарит его, значит, доволен. Ну, Ледесман, скажем ему спасибо за те бразильские чудеса, которые он нам успел продемонстрировать. Пару красивых моментов он, конечно, сделал. Сейчас просто на Забеляна стали играть. Он просто штрафной мяч прикрывает. Да, и как бы сразу возникает проблема в том, что идет мяч на скит. И там Драгун сейчас попытался очень здорово пару раз обманом движениями уйти от опеки. Но это было непросто сделать. В игру вступил номер 22-й, Александр Перепечко. Веретило. Хорошо играет. Догонит. Догнал. Догнал и едва не обыграл. Ну, в принципе, похоже на фолл было. Но судья боковой рядом находился. Тинчен молодец. Выиграл бой был на сей раз у Нихайчика. Успокоились два центральных. Уже как бы так. Хоть моменты. Вот в первом тайме мы сосчитали три момента, да? А уже здесь только вот этот момент, когда Паша в бойной позиции запустил мяч в небеса. Нихайчик. Уже Драгон пошел белым флангом. Я скажу, что, по-моему, преимущество в угловых, по крайней мере, у Динамо подавляющее, мне кажется. Как по моментам у Баты, так по угловым у Динамо. Кто сейчас будет подавать, интересно? Лидесмо только подавал. Это Перепечко будет подавать, видимо. Только Лидесмо штук 8 подавал, наверное, если не больше. Ну, сейчас шутер может. Мог бы, да. Получается, как бы так. Здоровье позволяет и желание. Ну, как бы, КПД маловато. Не все всегда решает здоровье и желание. Нет, он еще раз повторюсь. Это по сегодняшней игре. В принципе, очень добротно. Очень добротно. Не зря он не играет в сборке. Ну, кажется, на старуху бывает проруха и бывает не всегда все получается. Паша отобрал мячик здорово. Ой, как здорово сыграл. Бриссан тоже. Бриссан хороший пас на Бардачева. Здесь есть где разбежаться. Была свободная зона. Там верить его. Не-не-не-не-не. Это пас никуда. Быстро вперед Сулима. Время поджимает. Если так сыграть по составу, то Динамо – это оптимальный состав. Все люди здоровые. А у Батте, посмотри, нет Юревича, нет Родионова. Да, и это тоже надо учитывать. Ну, у Батте сейчас такая скамейка, это как у белорусской Барселоны. У них два человека на позицию, притом они могут позволить себе, допустим, когда тот же Бага в прошлом году молодой был, да, и его выпускать, играть здорово. Хорошо. Здорово Драгун сделал. И какой мяч потащил. Ну, вот такой игры это Стаса Драгуна и ждут. Да. Первый момент он сегодня продемонстрировал. Свою силу и свой потенциал. Ну, а вот Батте. И опять прекрасный пас, но там немножко пустел. Ничего не было. Теперь, ну, надо поменьше эмоций. Нет, 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 даже мяч в зоне досягаемости. Конечно, было видно, что он не успевал и сам пытался к нему задеться, и скорее сам нарушал правила, чем на нем. Очень тяжело Барселону уже, очень тяжело. Ну, у Динамо как здесь не сбиться на навал, как здесь не суетиться, когда знаешь, что... Ну, что вышел такой, как Забелян, который... Вот, нет вот первого паса от защитников Динамо. Есть, конечно, еще над чем работать Василенко. С этой командой есть еще, чтобы подправлять. Скажем так, он только начал работать. Да. Сколько надо тренеру? Три года, чтобы скрываться с командой? Ну, никто не даст. По крайней мере, если ты проходишь с командой два подготовительных периода, это уже... Ты должен уже, по крайней мере, сто процентов показывать. Два подготовительных. То есть, это минимум полтора года, получается. Потому что пока игроки привыкают к требованиям. У каждого тренера свои требования. То же самое упражнение можно делать, да, и по-разному требованиям. Да, ну, будем верить, что все получится. Да и в этом матче еще далеко не все ясно. Да. Бадангой, Политевич. Но Батай сейчас четко играет, строго в обороне. Строго в обороне играет. И будет ждать своего шанса. Вот я вижу, что Гончаренко подозвал. Готовит Максим, умеет сыграть ему в такой игре. Я думаю, что будут, скорее всего, напрашиваться замены Брессана, потому что он уже... А Пашу опустит, наверное, чуть-чуть ниже. Ну, а Макс там побороздит, он доставит неприятности. Максим очень быстрый такой. Как раз сейчас, когда Динамо играет первым номером, за спиной защитников очень большие просторы. Вот здесь нужен хороший пас и бегунок. Ну, бегунок появится, первый пас, я думаю, тоже найдется. Да. Дмитрий Бага. Тонко. Но немножко не точно. Получил травму Гордеичук. Там ему, конечно, прилично за... По ногам ударили. И судья не замечает. Все заметил? Он получил приличный удар. Сейчас посмотрим, если будет у нас повтор. Ну, видно, что больно человеку. Он получил очень болезненный удар. Вот смотрим. Передача. Вот он бьет вам. Да. Неумышленный, конечно, Монторуб. Монторуб, но... Монторуб, да, ему попал по ноге, да. Но досталось, досталось. У футболиста защищенное место. Это щитки, в принципе. А щитки что такое? Ну, это... 15 сантиметров. Все. Остальное все открыто. Прихрамывает. Но до свадьбы заживет. Парень молодой. Да. А он сейчас выйдет, будет играть просто. Парень молодой, что пройдет, все будет нормально. Максим Скавыш готовится, готовится вступить в игру. Это будет в следующей паузе, видимо. Воз, которая сейчас и наступит. Еще надо подождать, потому что Горде Чуц. Да, еще не вернулся. Он должен вернуться только после этого, конечно, будет делать замену. Ну, в меньшинстве, значит, пока Батте. Это не хоккей, но тем не менее. Динамо идет. Все нормально. Возвращается к прихраму Горде Чуц, все будет нормально. Разбегается. Надо что-то придумывать. Надо что-то Динамо придумывать. Динамо уже три замены сделали. Ковель. Не лучший его удар не получился, откровенно скажем. Если бы Ковеле был поточнее удар с такой селищей, ударил. В ударе. Ну, тогда это его удар на авось попадет, не попадет. Да, он может с 30 метров забить, а с 5 метров как бы не попадет. Как у Метлицкого в свое время посидим? Ну, Саше поставлен очень удар. Очень поставлен удар у Метлицкого. Ну, это левая нога, конечно, пек. А Сергей Деркач как бил в свое время? Ну, Деркач бил, да, но это не настолько уже, скажем так, такой силы. У него точно удар тоже должен был. У Метлицкого это вообще. Ну, вот и замена. Правильно, Брисан уходит? А теперь посмотрим, кто где станет. Наверное, правильно мы сказали? Я думаю, что да. Вот даже правильно. Он и показал. Может быть, у вас микрофон был? Да. Знаешь, как футболисты говорят? Мы же не кукуруза хранили. Да. Стой, как давно ли я в футболе? Оно напрашивается. Каждый тренер же знает. Мы же тоже и тренером работаем. Мы же знаем, кто на что готов карточками. Ошибся, Великима исправлял свою ошибку и заработал карточку. Ну, и усталость уже сказывается. Да, да, да. 90 минут почти отбегали. Без 5 минут. Нет, еще 10 минут он добавит еще, думаю. Да. 10 минут еще добавит 3-4 минуты, потому что много замен. Ну, есть еще время. Ну, как-то вот Динамо, говорю, Батте успокоил игру. Заметил, что сейчас уже такого давления, как бы, период, как первые 10 минут второго тайма. Ну, просто... Батте вообще сейчас действует по-профессорски. Очень хорошо. Они спокойны, никуда не торопятся. Вот очередная потеря Шитера. И нарушение правил. Да, можно дать карточку еще. Максим Скаваш отметился первым действием, результативным. Холл заработал. Был у него сезон, по-моему, не прошлый, а позапрос. И когда он там, ну, просто здорово. Как не врывание в штрафную, так гол. Батте вот каждый год изыскивает свои внутренние резервы. Вот такие молодые пацаны появляются. И это прекрасно. Да. Батте в этом плане, да, что ни год, какое-то имя новое открывает. Да. Притом из доморощенных, что называется, своих. Банангой. Тоже нельзя сказать. Ой-ой-ой, какой хороший срезка. Какая хорошая срезка. Очень хорошая срезка. Небеспечная. Ну, миновала. Не было там Герда Миллера, который мог бы почувствовать и угадать, что произойдет именно то, что произошло. Это тоже нужен талант. Судья долго думал, пока показал, чей мяч. Зависит немножко. Хотя скажу, что к судейству не должно быть вообще претензий. А их практически незаметно сегодня на поле. Ну, там таких судей тоже люди. Поэтому, как бы, было. Но, в принципе, я скажу. И матч-то непростой. И Кульбаков с ним пока справляется великолепно. Ой-ой-ой, не доставал. Потому и не получилось передачи. Не успевал за ней. Ну, вот это для БТ лучше не надо, чем такие моменты. Сейчас можно постоять, отдохнуть. Ну, все равно, как бы, чтобы не расслабились. Потому что, как бы, вот это без момента, если можно так сказать, где-то в боюке чуть-чуть. А футбол не прощает минутные растерянности. Очень хороший темп сегодня игры. Очень претенгуют обе команды. Правильно вы говорите. Видно, что эти-то не кукурузу охраняют. Ну, это понятно. Играет на сегодняшний момент, я считаю, что по подбору самые две лучшие команды. Мне очень импонирует Шахтер Солигорский. Очень импонирует. Ну, и чемпионат, судя по результатам, будет как никогда интересен. Сейчас не будет такого, скажем так, уже, чтобы... В связи с тем, что БТ начало необычную подготовку к этому чемпионату, ей, ну, скажем так, тренеры тоже чем-то впервые, как бы, так готовили в таком режиме команду. Да, вот и три игры, две ничьи для БТа не свойственно это. Есть, есть куда разбежаться. Три человека впереди. Защитника четыре. Ну, сейчас уже побольше стало. Динамусы подтянулись. Ой, здорово, какой пас. Паша сейчас... Как Паша прессует Тинчина? Тинчина его сегодня во сне будет видеть. Чуть-чуть ниже. Веретила упустила Скавыша. Чуть-чуть ниже Веретила бы ничем не помог бы. Видно, что тоже очень тяжело вот. Но он-то отработал тоже, дай-ка, сегодня. Да, 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 сегодня хорошо. Это удар. Вот этот удар называется в пользу соперника. Этот удар называется для журнала «Земля и глина». Кто-то травму получил. Не хотел бы я быть корреспондентом в этом журнале. Это кто получил травму. Один с номера пять Вердичук. Гордичук. О, парень лупит. Лупит, да. Крещение тоже проходит хорошее. Ну, дай Бог, чтобы все обошлось. Да. Он-то ключевую роль еще играет и в нашей молодежке. Не хотелось бы. Он просто пытался блокировать удар и нога с протяжкой после удара прошла. А потом, по-моему, все. Ну, хромал на одну ногу, сейчас хромает, по-моему, на другую. Дай Бог, чтобы на обе не захромал. Ну, тогда уже вопрос серьезный будет. Ну, а в паузу пока Василенко что-то дал последние указания, кричит, не докричит сюда игроков. Как вот они воспринимаются, вы считаете, вот эти вот указания по ходу игры? Да, воспринимают, потому что, как бы, скажем так, тренер при ведении тренировочного процесса, он как бы приучает игроков, значит, прислушиваться к каким-то замечаниям или нет. Если тренировочный процесс ничем не говорит, они не будут обращать внимание. А если он говорит, подсказывает, то они и в игре будут смотреть. Конечно, скажем так, здесь веретило навряд ли услышит то, что говорит с другой бровки. Но кто поближе, ты слышал. Ну, я просто так пошутил для журнала «Земля и глина». Конечно, каждый хочет же пробить. Если есть ударная позиция, почему не бить? Ну, не получается. Если кто-то не понимает юмора, то это проблема не того, кто шутит. Поэтому я думаю, что футболисты с юмором дружат. Да, футболисты дружат, но и болельщики, главное, чтобы дружили. Ну, это согласен с вами. Ой, здорово, как бага. Бага сегодня великолепен. Ну, а Максим сказал, что со свежими силами. Да, закрутился, да. Ну, а бага-то, бага-то сегодня. На игры уже горит ярким-ярким огнем на другой бровке. Ну, болельщики от эмоций чуть не разломали кресло. Борисовчане очень хотят второй гол. Я думаю, они согласятся и на этот один. При условии, что Динамо не забьет. При условии. Это важные условия. Скажем так, пока те, кто вышел на замену, Динамо не обострили ее. Ну, а Фанасьева вообще практически не видно только в пару минут в эпизодах. Он пытается, да. Зебелян тоже редко получает меньше. Зебелян, но ему как бы тяжеловато, потому что, видимо, нету человека, вот Лидес Машел, который может с пасом. Ну, а перепечка-то я и не заметил, признаться. Это его удар, кстати, был. Это когда он был. Земля и глина? Да. Погодим, а креп видно по всему, что у него уже и фигура другая, чем в прошлый год. Возмужал. Да, возмужал. Правда, и видно, что парень профессиональный к себе относится. Так же, как и все игроки БТ. Вот у них это здорово поставлено. Я скажу, что, конечно, в себе актив может занести эту игру бага. Не хайчик, это 100%. 100%. Ну, старались-то все, да. Другое дело, что у кого-то лучше получалось, у кого-то хуже. Ну, вот Зибелян был с мячом, но у штрафного круга. Если человек выходит на поле и он не старается, ну, значит, он должен выходить тогда не на футбольное поле. Ну, или идти тогда кукурузу охранять. Да. Ой-ой-ой. Какой-то пас получился. Ну, Гутер-то сегодня не вступил в игру ни разу. Нет. Один момент, когда пробил Драгун, в ближнем углу вытащил. Согласен. Да, там был моментик, очень и очень. Вот Шитов договорился. До желтой карточки. Ну, Шитов, я думаю, это эмоции у него. Он сам чувствует, что у него не все сегодня получается. Ну. Говорили 4. 5 минут. 5, да. Ну, судья тоже человек, он хочет продлить удовольствие. И кому-то напрячь нервы к тем, кто выигрывает, и пощекотать тех, кто проигрывает. А не без этого. Это жизнь. Зибелян опять бы. Вот Зибелян получает мяч в центральном круге. Он, в принципе, вышел обострять. Он не должен играть по краям. Ой-ой-ой, как опасно. Сыграл Чин-Чин. Ну, как бы не было, видимо, команды от Сулима. Никто не предупредил. Да, от Сулима, видимо, Сулима должен был дать команду вынос мяча. Он просто не давал. Не получается у «Динамо» финального хорошего атакующего такого спорта. Да. Не получается. Вот Ковель, конечно, вот как бы растерялся во всех. Вот это... Вот удар. Ну, это да, такой удар не Ковельский. Он старается, но пока, скажем так, КПД его тоже, конечно, рисковато. Вот все время, вот его манера игры, он все время куда-то хочет убежать. Ну, иногда надо и паузу, видимо, взять. Ну да, попридержать коней. Да, да, где-то. Это все вот как Ковель уехал, не помню, как он, в 2006 году или как он университет. Вот он приехал, он ничем не изменился. Манера игры, как была, такая осталась. Да, это мы очень верно заметили. Все упывает только на силу. Да, как в 18 лет он играл с таким же юношеским максимализмом, так вот он и сейчас. В динамской игре сегодня мне показалось слишком много сумбура. Слишком много сумбура и... Ну, оно, видимо, и понятно все-таки вот такой сыгранности, как у Батте. Вот, посмотри, в этом году в Батте кто появился? Шимич и Гордечук. Да? И Кунцевич, но Кунцевич и не играет. Они берут хорошего мастера, посважившийся из такого компрессанта, как бы еще кого-то. Вот Динамо мне сегодня напомнило, если честно, Николая Валуева. Есть мощь, есть такая сидящая, чувствуется, но нет тактики, нет какой-то хитрости. Ну, еще раз, Сережа, я говорю, что я думаю, что это со временем придет. Ну, должно прийти, по крайней мере, имей такой исполнительский состав. По-хорошему тренеру надо позавидовать. Есть, да, не то что есть, он просто, ну, скажем так, он еще не раскрывшийся, этот потенциал. Зреет, как на дрожжах. Да, 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 да. Вот здесь бы, как-то, 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 как-то... Сохранялся в этой штрафной. Не исполнил, не исполнил. Ну, это, скажем так, не его сильный. Я пускал, что он должен был замыкать, а там должен был быть кто-то более техничный. Ну, получилось так, что контратака началась через него. Выбираешь, да. Нет шансов у Динамо. Пока нет, но это, если можно не иметь вообще шансов и на 90-й долбануть 40 метров. Сколько мы такого видели? Да, сколько уже было. И недавно вот сейчас, когда вы это вспоминали, матч 99-го года, когда Бавария выигрывала 1-0, сняли там одного, сняли второго, и Бехем там угловует два гола, две минуты, все. Прощай. Да. Двига чемпионов. Выносит Дмитрий Бага мяч куда подальше. Тьячен отправляет его обратно. Бардачев сыграет. Сто процентов. Это и повыше гораздо. Отворот. Отворот, правильно. Вот Паша набегался, я вижу, что все дороги пошли, уже делают растяжечку. Конечно, он отработал сегодня на пятерку с большим плюсом. Плюс 500, как говорят сейчас в интернете. Плюс 500. Да. Зачем толкать, если он может, вот сейчас это у Сулимы очень хорошая передача. Вот сейчас последний решительный. Последний решительный, да. Или он, или пропал. Да, вот Гуттер, где правильно находится. Смотри, видишь, если... Вот сейчас он возвращается правильно. Ой, момент их. Есть момент. Фу. Нет, не дал. Скорее, даже полумомент. И опять бедолага Гадетчук. Но он сегодня за всех отхватил. Он зря так возвращается. Есть победа у Бате. Поздравляем. Ну, надо признать, что Бате победила по делу. Но нельзя сказать, что это было очень легко. Им победа давать очень и очень тяжело. Можно сказать, что это был потрясающий футбол. И Динамо совсем не разочаровала. Команда с огромным потенциалом, который, надеемся, она проявит. И в любом случае две такие команды в чемпионате такого уровня – это уже большое дело. Это же Интрига. Это большое дело. Это большое дело, да. И хороший футбол был джельтменский. Вот мы смотрим на резку опасных моментов за весь матч. Вот он, вот он гол. Решивший судьбу матча. Брисан. Браво. Вот второй Брисан. Удары. Как он еще во вторую перекладину не попал. Угловой вот это уже не очень опасные удары. Мы их уже видели в первом тайме в нарезке. У Бате. У Бате. Шитова признали лучшим футболистом. Ну, в составе Бате. В обороне здорово сыграл. Тут вопросов нет у Шитова. Ну, в конце концов, это выбор. Здорово сыграл в обороне Шитова. Вот эти моменты, конечно. Вот это удар Быченко, который он запустил в трибуны. Вот это удар Паши, который в начале. Сейчас будет еще отличная вот эта вот передача. И Филипенко как завершал. Немножко не вышло. Вот этот момент, когда Гутер вступил в игру. Молодец. Это как Ковель пробил с Албанией. Да. Это Сулима в игре. Игры подняли, да. А вот это Большая Луна. Неполная, но светит. Сейчас мы, у нас будет послематчевое интервью редактор нашей трансляции Павел Лесев поговорить с двумя тренерами. Во всяком случае, была такая договоренность. Надеюсь, она останется в силе. Мы послушаем, потом продолжим. Но сейчас можем потихоньку подводить итоги. Болельщики аплодируют стоя. Заслужили. Здесь вообще на стадионе в Борисове надо отметить, что потрясающая атмосфера. Я вот хочу сказать, вот Динамо всей командой подошли. Своим фанатам. Фанатам поблагодарили. И фанаты их не освистали. Мы были на матче, когда ездили на курсы про Штутгард. Штутгард проиграл в домашнюю игру 1-4. Ну, немцы вроде... Вроде так. Но тогда команда подошла вся вместе с тренером. Не будет интервью. Не услышим мы, что скажут наши тренеры, к сожалению. Но прочитаем в прессе. Может быть, увидим где-то еще. Тем не менее, вы были на телеканале СТВ. Вы смотрели потрясающий футбол. Помогали вам его смотреть Люда Сеоновича Румбутис, директор футбольного клуба «Партизан». И Сергей Канашец. Будьте на СТВ. Наслаждайтесь футболом. И всего вам доброго. До свидания.